Музыка Меня зовут Мучилгин Александр, я с Грязовца, как у нас говорят, с Грязовца. Учился, соответственно, в Грязовце сначала во второй школе, потом в Вологде в Лице, потом в школе при МГУ, потом в самом МГУ, потом вернулся в Вологду и сидел, передел свой стартап. Занимался этим несколько лет, потом мне это поднадоело, и я ушел в большие команды. А сейчас работаю тем лидом в НИИ, информика это подведанность, в НИИ Министерство образования. Мы пилим всякие штуки, ну, моя команда пилит всякие штуки, которые используются в образовании. Я программированием увлекаться начал со школы, конечно же, как и прочее. Учился я не на программистском факультете, и в школе тоже не был программистом, был мемпиадником, смешно сказать, по химии. Но это хорошая математическая подготовка. И вуз тоже закончил химический. После окончания оказалось, что в Россиюшке устроиться на работу химиком довольно-таки тяжело, зарплаты низкие. А у программистов зарплаты довольно-таки высокие, и вот в этот момент я решил стать программистом. После университета я поступил в аспирантуру, и занимался, у меня был стартап. Я приехал в Вологду, и сидел здесь несколько лет, спилил стартап. Тогда начал программировать уже всерьез, это уже был серьезный продукт. Значит, это были смс-дневники до того, как появились электронные журналы. Интернет был не развит, мобильный телефон были кнопочные, поэтому это были смс-дневники. У меня, наверное, была самая крупная сеть в России, более 50 городов. И, значит, я сидел здесь в Вологде, купил себе квартиру, и сидел в ней, и писал код, развивал эту стартапку, внедрял в Россию. В этот момент я стал программистом. Такой сложный вопрос. Как в любой сфере деятельности есть место для творчества в программировании тоже. Ну, в принципе, везде такие есть. Сколько творчества? На самом деле, по-разному. Все зависит от того, где именно вы работаете. Если это стартап, там одно сплошное творчество. Но в какой-то момент, если стартап выстреливает, творчество становится гораздо меньше. Начинаются трудовые будни, когда нужно качественно, по плану, в сроку давать качественный продукт. Места для творчества чуть-чуть меньше. Зато появляется другой плюс, который лично мне нравится больше. Это что-то готовое, оформленное, на что можно посмотреть, чем начинают пользоваться люди. Мне кажется, это даже важнее, чем вот этот этап творчества. Это такой вопрос, как бы в вопросе подразумевается ответ. Когда я на нем думал, у меня две мысли были в голове. Мне в команду нужно взять разработчика. Пришли два кандидата, примерно одинаковых. Один в прошлом олимпиаде, а другой нет. Я долго думал, будет ли олимпиадник в худших условиях для меня, или все-таки на равных. Я не решился. То есть, это точно не плюс. Будет ли это минусом, я не знаю. Скорее, я бы взял человека с хорошей математической подготовкой, с хорошей математической базой. Возможно, с хорошей базой по алгоритмам. Ну, опять же, олимпиады – это такой вопрос. Олимпиадников очень мало, а программистов надо очень мало. Программистов очень сильно не хватает, поэтому сейчас эта ситуация, особенно в Москве, особенно в Европе, в Штатах, особенно в Юго-Восточной Азии, программистов не хватает. Зарплата прут вверх. То есть, каждый месяц зарплаты все больше и больше, потому что нет специалистов, они всем нужны, ну, просто на расхват. То есть, своих специалистов держим. Постоянно приходят, говорят, мне предложили больше денег, приходится увеличивать, потому что понятно, что мы не найдем. Сейчас программистов очень сильно не хватает. Реальную историю может любой привести, вообще абсолютно любой. Даже, не знаю, когда вы покупаете мультиварку, там уже есть предопределенная программа, но на самом деле она может программироваться, сколько времени, на каком огне, при какой температуре готовить. Это уже программирование, и таких моментов будет все больше входить в нашу жизнь. То есть, каждый на самом деле сталкивается с программированием. Стиральная машина, там, конечно, чаще всего выбираете из предопределенных программ, но точно так же есть возможность программирования, там, стирать столько-то при такой температуре, потом отжимать столько-то в таком-то режиме. По сути дела, это программирование алгоритмов все больше в нашу жизнь входит. По моим прогнозам, через 10-20 лет программировать уже будет уметь каждый, придется научить. Тот, кто научится это делать раньше, тот будет чувствовать себя гораздо увереннее. Первое, и очень важное, это сразу говорить, ну, не то, что не говорите «нет» авторитетом, а просто не разговаривайте с авторитетом. В программировании абсолютно нет авторитетов. Программирование – это то, что развивается очень быстро. Программирование – это последние два года. То есть, не важно, чем человек занимался, там, 10-20-30 лет, это важно, чем он занимался последние два года. И если эти два года он делал то, что делал 20 лет назад, этот человек не должен быть вам интересен. Программирование – это работа молодежи. Чем вы моложе, неопытнее, тем выше ваш плюс. Ну, вот, это ваш плюс, и выше ваши шансы преуспеть. Начинайте прямо сейчас, не бойтесь, что вы не умеете. На самом деле, все, чем мы учились три года назад, уже устарело, скорее всего. Можно начинать с полного нуля. Главное, чтобы вы были молоды, и у вас было желание. Если у вас есть идея стартапа, просто делайте его. Вам скажут кучу «нет». Я с этим сталкивался не раз, когда советуешься с коллегами, с друзьями, с родственниками на тематических форумах. Тебе говорят, нет, это не будет работать, ты садишься, делаешь. И в этот момент, когда это заработало, все понимают, что это работает. Говорят, ну это же очевидно, да, это была очевидная мысль. Поэтому просто делайте то, что хотите, и если получится, это принесет вам огромное количество удовольствия. Субтитры создавал DimaTorzok